Всем добрый день! И сегодня мы с вами поговорим о том, как приучить щенка к пеленке, что вы делаете неправильно, как это исправить и как с первых дней не страдать от того, что щенок ходит в туалет по всей квартире. Смотрите, первая ошибка владельцев, то что когда вы встречаете щенка, вы его выпускаете и сразу предоставляете абсолютно всю площадь своей квартиры, своего жилья для щенка. Это первая самая основная ошибка. Расскажу почему. Если щенок уезжает из питомника, который даже прекрасно знает пеленку, который очень хорошо ходит на нее и приезжает он к вам на новую территорию, он ее абсолютно не знает. Он не знает, где что даже лежит. И если вы где-то положите пеленку, то он, бегая по всей вашей квартире и в игре, он просто не найдет то место, где находится пеленка. С первого дня, как только щенок к вам приезжает, максимально сократите ему пространство. Желательно ставить вольер. Я вообще всегда рекомендую всем своим владельцам ставить вольер, потому что вольер это безопасность щенка и ваше спокойствие. Мы не 24 на 7 находимся дома. И когда вы уходите из дома, за вашим щенком наблюдать некому. И поэтому, когда вы его оставили в вольерчике, вы совершенно спокойно можете уйти и знаете, что он никуда не залезет, ничего не сгрызет, ничего с ним не случится, не засыт там всю квартиру. И вы приходите домой, у вас совершенно спокойные нервы, у вас дома ничего не разрушено, и вы с хорошим настроением встречаете своего щенка, либо он вас встречает. Если вы категорически против вольера, тогда сократите ему максимальное пространство, ну, примерно хотя бы полкомнаты. Сделайте его пространство в полкомнаты, организуйте его. Если вдруг приехал щенок, ну и совершенно не может ходить на пеленку, не знает ее, берем вопрос с вольером. Вы в вольере застилаете абсолютно весь пол пеленками. Застилаете весь пол пеленками, и когда щенок будет ходить писать на пеленки, потому что нету места, где нету их, да, у него будет ассоциация, что туалет и вот эта поверхность, поверхность пеленки, да, допустим. Весь пол вольере застелен пеленками, он ходит на пеленку, вы видите, что все прекрасно, щенок ходит все время там на пеленки, в течение недели все замечательно. И потом постепенно вы начинаете убирать по одной пеленочке в вольере. Не так, что там убрали и сразу еще убрали, нет. Вы убираете сегодня, допустим, одну пеленку, смотрите, вот что он писит, допустим, ну в основном там в левом углу, да, начинаете убирать с правого угла. Те, которые пеленки практически не используются. Убираете оттуда одну пеленку. Убрали вы одну пеленку, через, допустим, там 3-4 дня вы убираете еще одну пеленку, которая опять же, на которую щенок меньше всего ходит. Если вдруг случилась такая ситуация, что у вас щенок ходит там в одно место, и вы убираете одну пеленку, и он вдруг ходит туда. Так, обратно возвращаем эту пеленку в то место, и она пока что лежит, лежит до недели. Смотрите за поведением щенка. Если он писит, писит все хорошо, через неделю убираете из пеленку и смотрите. Если он туда не сходил и уже ходит на одну пеленку, все, у вас щенок приучен к пеленке, к одному месту. Если вы щенка с первого дня отпустили, и как вловельцы говорят, мы против вольера, мы его ставить не будем, пускай он бегает свободно. И вот когда щенок бегает свободно, он предоставлен сам себе, он делает, что хочет, и в итоге он потом сыт где хочет, грызет, что хочет, потому что владельцу просто некогда им заниматься. Если у вас появилось свободное время, даже тот же час, вы его лучше посвятите щенку, и этот час понаблюдайте за ним, что он делает. Если он бежит играться, и вдруг он берет, там, грызет ваш тапочек или еще что-то, вы его тут же ругаете, и взамен вы ему даете понять, что нужно играть игрушкой. То есть вы даете игрушку, играете с ним игрушкой и тут же хвалите его. У вас на контрасте будет правильное и неправильное поведение. И кроме вас, на вашей территории, этому его не научит никто. То же самое с пеленкой. Когда вы выпускаете щенка, и он бегает, гуляет, и вы увидели, что он где-то крутится и хочет пописать или еще что-то, вы его тут же поругали. Ругаем в момент совершения преступления. Он сел писать в неположенном месте, вы его тут же наругали. Не надо приходить домой, увидели где-то лужу и бежать тыкать щенка носом в эту лужу. Это не работает. Он просто не поймет, за что его тычут в эту лужу носом. Он может понять, что когда вы его поругаете, именно в момент, когда он пописает не в том месте, и вы его тут же поругаете, тогда он поймет, что он неправильно поступил. И когда он пописает тут же на пеленочку, вы его обязательно должны похвалить. Почему я и говорю, что очень важно уделить определенное количество времени, хотя бы первые пару недель, чтобы щенок понимал, как правильно вести себя на вашей территории. И поверьте, не будет такого, что с первого дня он приедет и будет все идеально. Он имеет право на ошибку, он еще растет, он еще познает этот мир. И поэтому, если он ошибается, и вдруг он заигрался где-то, вот он играется, играется в комнате, остановился и пописал, и вы это заметили, не оставляйте это просто так. Обязательно за это поругайте. То есть он должен понимать, что он сделал что-то не так. И если он бегает, играется, и тут же он сходил на пеленочку, прям возьмите себе там, положите немного корма. И вот он пописал там, положено, вместе вы берете кусочек корма и похвалили его, сказали, ай, молодец, какой-то хороший. То есть у собаки должен быть контраст.